Добрый день, у меня Opel Corsa D 2007 года выпуска. И у меня, соответственно, есть большой опыт по замене ламп ближнего света. В принципе, данные лампы, говорят по отзывам именно на Opel Corsa, почему-то чаще перегорают, чем на, может быть, других машинах. Какие есть самые важные нюансы, на которые я хочу вам рассказать в данном видео? Которые просто вам существенно ускорят данный процесс. В общем, основная проблема в том, что доступ к задней части фар, где находится лючок, он существенно осложнен тем, что там очень мало места. И как шутят те, кто занимался заменой этой лампы, тут практически становишься гинекологом. Свою данную профессию. В принципе, в теории все очень просто. Значит, немножко, то есть они формально симметричны слева и справа. Выглядит это так. На данном изображении нарисована, соответственно, у нас лампа. Если сидеть в машине, то, соответственно, она со стороны водителя. Противоположно, фара симметрична. Нужно вот эту защелку отстегнуть, вытащить фару. И здесь самый важный момент, на который хочу вам обратить внимание. Нужно запомнить, где находится вот этот вот штырек, когда вы будете вытаскивать эту лампу. И когда вы вставляете ее назад, нужно ориентацию соблюдать. На самом деле он находится сверху. Запомните это, потому что иначе вам будет сложно ее вставить. Тут здесь ничего, никакой резьбы нет, и так далее. То есть она вот, когда вы уже ее вставили в держатель, которому подводятся провода, обратно нужно вставлять ее в таком же положении, иначе она просто в этот разъем не вставится. Если вы вдруг забыли, то вы можете посмотреть, как стоит симметричная фара. Симметричная лампа. Итак, дальше вы надавливаете на ту сторону, где нет проводов. То есть даже если вы это не видите, то можно нащупать пальцами со стороны противоположной проводам. То есть в данном случае ближе к краю машины. Нажимаете, и она сама выпадает. Дальше перегоревшую лампу вытаскиваете. Ну, с некоторыми усилиями нужно немножко ее пошатать. И дальше вставляете новую лампу, при этом, которую вы купили. Я рекомендую именно хорошие лампы, типа Philips, Osram, General Electric. Стоимость их составляет где-то 120. Ну, если вы покупаете в неспециализированных магазинах, до 350 рублей за штуку. Опять же я говорю о стандартных лампах. Если вы купите лампы с повышенной мощностью, которые, соответственно, больше яркости, то они стоят гораздо дороже, светят ярче, но и перегорают быстрее. Поэтому здесь, мне кажется, обычные галогенные лампы вполне подойдут. По цене и по качеству. И по строку службы. И дальше, соответственно, вы все проделываете в обратном порядке. В чем же сложность здесь? Основное в том, что очень сложно, еще раз повторяюсь, подлезть. И сейчас мы пойдем к автомобилю, и я на практике покажу, как это все делать. Значит, можно либо пытаться в узкие щели подлезать пальцами и все это делать. Либо снимать, соответственно, воздуховод и либо коробку с предохранителями. Сейчас у меня, давайте посмотрим, как это выглядит на машине. Будем менять вот эту вот лампу со стороны пассажира. Здесь находится воздушный фильтр. Если вы его уже меняли, его нужно менять где-то раз в 15-30 тысяч километров после пробега такого, то если вы меняли внутренность фильтра. Но здесь нужно снять его полностью, эту коробку, для удобства доступа. То есть сейчас проблема в том, что я вот эту вот лампу даже поменял, вставил. Но сейчас очень сложно закрыть эту крышку, потому что она с противоположной стороны вылезла из пазов. Вот поэтому нужно будет мне снять этот фильтр. Как здесь он снимается? То есть он на самом деле просто вынимается руками, но нужно здесь ослабить крепление воздуховода, вот этого шланга. И здесь еще один расширительный такой шланг есть. И дальше он уже вручную просто вынимается, эта коробка с фильтром. И этот доступ вот здесь вот свободный, а не узкая там щель в 1-2 сантиметра. Вот, и в следующем видео сейчас я как раз пойду к машине и попытаюсь это проделать. Спасибо большое за внимание. Смотрите следующее видео. Спасибо. Спасибо.